Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И, как всегда, мы обсуждаем все самое важное, что происходит в городском округе Люберца, а также приглашаем людей, которые делятся своими важными событиями и своими мнениями по тому и лимонному поводу. Ну, а сегодня мы поговорим с вами о нашем простом и так важном для каждого человеческом здоровье. У нас в студии Николай Львович Матвеев, заведующий кафедрой экспериментальной клинической хирургии Российско-научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор, хирургический стаж которого 32 года. Здравствуйте! Здравствуйте! Это правда? 32 года вы режете людей? Ну, я стараюсь не резать на самом деле, я стараюсь, как мы говорим, прокалывать, да, то есть маленькие дырочки у них делать вместо того, чтобы делать большие разрезы. Вот сразу же, так как разговор у нас сегодня будет о хирургии, об эндоскопическом направлении хирургии, скажите, это действительно так, что хирург заточен вот с самого начала своей профессии на оперативное вмешательство с точки зрения вот разрезать, вырезать, удалить, или это ошибочное мнение? Не, ну, хирург – это человек, который оперирует, действительно, да, то есть по большому счёту хирург должен оперировать, да, он должен целыми днями оперировать, для этого готовит. Вот, ну, знаете, всегда, честно говоря, коробит образ хирурга, который создаётся в наших, допустим, фильмах, там, да, вы знаете, вот такой человек с бычком, который он держит в зажиме, да, где-то сидит на улице, что-то курит, резать без всяких там, там, короче, ну, нас это слово «резать» вообще коробит, мы его никогда не употребляем. А какое вы слово употребляете? Оперировать, оперировать, да, исключительно так, только так, понимаете. Ну, на самом деле, хирургия – это последнее средство медицины, так скажем, да, и есть такое расхожее выражение, что хирургия сильна, пока терапия слаба. Пока мы не научились всё лечить таблетками или какими-то генетическими, может, изменениями, мы вынуждены, да, оперировать, да, потому что, когда не помогают таблетки, бывают ситуации, когда нужно это делать, да, вот, и мы, конечно, мануалисты, да, но нас всегда не удовлетворял, на самом деле, этот факт, что для того, чтобы удалить какой-нибудь маленький камушек, нужно сделать такой разрез. Именно поэтому в середине 80-х годов прошлого века технология нам позволила перейти на проколы. Вот давайте мы сразу поговорим об этой технологии, тем более, что совсем недавно здесь, в городском округе Люберцы, да, проведена операция, вот, немножко расскажите о ней, и, так сказать, это операция у девушки, у которой был синдром Рапунселя. Да, ну, это, да, это, в общем, есть такой, знаете, этот синдром, он нечастый, но он очень такой впечатляющий, так скажем, да. Что там случилось? И для врачей, в том числе. Бывают такие ситуации, во многом связаны, может быть, с психическими, какими-то нюансами психологическими. Люди начинают есть собственные волосы, вот, там кто-то ногти грызёт, да, кто-то ещё что-то, вот, начинают есть собственные волосы, и, да, да, и глотают их, да, и начинают до такого состояния-то доходят, что они накапливаются в желудке, они не перевариваются, к сожалению, как? Накапливаются в желудке, и скапливают, такой слепок образуется, просто огромный, да, который занимает весь желудок. А вот, часто это случайно обнаруживается, сейчас человек перестаёт есть, часто какие-то язвы бывают, и вот у этой девушки нашли, значит, такую вещь. А она неосознанно, что ли, это делала? Ну, ну, судя по всему, какая-то привычка, да, она же выходит в подсознание, это привычка чаще всего. Вот я просто такая образовалась, там, 20 на 15 сантиметров, вот, да, весь практически желудок, вот, и в чём был смысл, как бы здесь, понимаете, такие вещи бывают, в интернете можете найти, там, картинки, фотографии этих ситуаций, этих препаратов, собственно, вот этих слепков желудка. Мы что сделали принципиально? Мы применили технологию малотравматичную, потому что желудок, как бы, находится в середине живота, да, для того, чтобы достать эту штуковину, она очень большая, нужно сделать большой разрез, да, а девушка молодая, симпатичная, с красивым животом, да, вот, и не хочется портить эту всю красоту. Поэтому что мы сделали? Мы через проколы эту штуку достали, засунули в животе, в пакет, вот, и достали потом её через, как мы говорим, косметически незначимым месяц, то есть мы сделали разрез, который уходит по длине бикини, вот, и снизу достали всё это, и получается, что у него, как бы, нетронутый живот, при том, что огромное такое образование мы извлекли. Вот, отталкиваясь от этой операции, которая, напомню, прошла здесь, в городском округе Люберцах, а мы ещё поговорим о сотрудничестве, значит, в Люберцах и вас, да, как представителей вашего направления, скажите, пожалуйста, вот это малотравматическое, правильно слово? Малотравматическая хирургия. Вот я помню, сам лично даже попал в своё время под первый нож хирургический четвёртого класса, когда был аппендицит, вот, и там особо никто, как говорят сейчас, не парился по этому поводу, и шрам такой, что такое ощущение, что там три аппендицита вырезали. Вот, сейчас, я так понимаю, существуют новые технологии, да, например, к сожалению, женщины, когда рожают, есть определённые, да, проблемы, где без хирургии не обойтись. Вот насколько малотравматическое направление действительно для хирурга сегодня важно, тем более, что вот вы занимаетесь вот этим интересным методом прокалывания. Да, лаброскопическое хирург. Проще же действительно взять, разрезать, да и... А вот здесь стоит следующий вопрос, проще, да, но проще для хирурга, а для больного? Да, для больного-то не проще, мы же работаем для больных. Ну, хотелось бы, да, чтобы работали для больных. И когда хирурги говорят, там, допустим, а, что вы там, это проколы своих, проще же разрезать. Ну, конечно, хирургу проще разрезать, зашить, вот всё это в руках, вот такой разрез, да. Нет, понимаете, это технология, во-первых, это всё, как я уже начал говорить, стало возможным только благодаря технологическим процессам. Ну, вот появились миниатюрные видеокамеры, да. Вы же помните, какие на голубом огоньке были камеры, да, вот эти огромные гиперболуиды такие. Сейчас появились камеры, там, причём высокого качества, там, 4К, например, камеры, которые вот такого размера, 120 грамм. Их можно держать в руке всю операцию. И на огромном мониторе, там, 50-55 дюймов, участвовать, как у нас в больнице в Люберсах, да, вот примерно на таком, как за вами висит, можно видеть увеличенное, прекрасного качества изображения брюшной полости. То есть у вас своё медицинское телевидение, скажем так. Да, вот. И тонкими инструментами в настоящее время, эта хирургия уже на самом деле нельзя считать её очень новая, ей 34 года исполнилось в этом году. В 85-м году впервые в Германии был удалён жёлшеб пузыря. Ну, согласитесь, да, всё равно её как-то очень... Ну, у меня такое ощущение, у нас всё-таки применяют её реже. Если попадаем в больницу, мы видим какие-то другие... У нас применяют её по таким очевидным поводам часто. В частности, конечно, удаление жёлшеб пузыря – это классика уже. Практически везде, ну, можно сказать, в любой больнице, даже в самой районной где-то, глуши, да, удаляют лапароскопические жёлшеб пузыря, что это удобно. Вот те же самые аппендициты, да, от которых вы так вот пострадали. Сейчас, ну, в Москве 98% этих операций делается лапароскопически, да, через дырочки. Вот мы с вами стремимся к этому. Скажите, чтобы мы понимали, потому что, знаете, люди, когда начинают общаться с медиком, да, рано или поздно стоит вопрос, а может, у меня надо куда-то сходить, что-то поделать. Вот как этот процесс происходит? Вы сверлите дырку, да, отверстие, вернее, нет, такого слова. Отверстие, да, и каким-то образом через вот это отверстие пытаетесь работать с внутренностями. Ну, понимаете, сейчас должен сказать, что за эти 34 года пошли большие изменения. Вот сейчас как это делать? Сейчас мы можем делать практически любые операции. То есть, если это не очень запущенная стадия заболевания, технологически мы можем делать всё. Начиная от холестит, заканчивая операция при раке желудка, печени, прижелудочной железы и так далее. Это просто, да, в области пупка чаще всего, но не только в области пупка, делается отверстие, оно диаметром примерно 10 мм. Через него вставляется специальный порт, который обеспечивает герметичность. Через него вставляется оптическая трубка, телескоп, примерно 30 см длиной и 10 мм в диаметре. Подключается видеокамера, и брюшная полость накачивается, под наркозом, естественно, накачивается углекислым газом. И для этого зачитается рабочее пространство. И потом в этом рабочем пространстве можем делать всё, что угодно. Вот то, что даже в Брестской больнице мы удаляем опухоли ободочины прямой кишки, значит, допустим, грыжи сложные изнутри, их оперировать. Знаете, как если на корабле случается пробоина, подводят пластыри, брезент, чтобы его прижимать. То же самое делаем моноскопически, мы изнутри подводим синтетическую сетку современную, и внутренности в неё упираются, не могут выйти в грыжу, например. И так далее. Очень много всяких вещей. Сейчас одно из наиболее перспективных направлений – это лапароскопическая хирургия в онкологии. В онкологии. Да, вот сейчас эти онкологические отделения же есть у нас в этой больнице областной. И можно оперировать опухолей желудка, и кишечника, почек, надпочек, и так далее. Таким способом. Это для больных гораздо легче переносится, безусловно. То есть это меньше боли, меньше осложнений со стороны раны, то есть нагноение, и так далее. Спайк, грыж. Человек раньше встаёт, раньше уходит из больницы, раньше возвращается к труду, к бытовому весяту. Преимуществ очень много, они многократно описаны. И даже при онкологическом заболевании, помимо этого, ещё есть преимущество такое, что человек раньше поправляется, быстрее. И раньше может получать, начать, допустим, химиотерапию, которая ему нужна. А вот скажите, насколько безопасен этот метод, я имею в виду… Ну, мы же знаем истории, да, тоже так на уровне былин и истории, что забывали хирурги, не родились в организме человека. Вот при данной эндоскопической операции что происходит? Потому что ведь всё-таки вероятность попадания какой-то инфекции в эту дырочку… Она минимальная, на самом деле. По сравнению с открытой хирургией, она и практически отсутствует. То есть, когда большой разрез и большой контакт с микробами, естественно, маленьких нет. Понимаете? Ну, осложнение хирургии бывает всегда. Ну, не бывает хирургии без осложнений. Просто мы… Ну, тоже оперативное вмешательство, никуда не денешься. Мы все учимся, да, я, в частности, научился и сейчас учу других хирургов, выполнять эти операции максимально стандартно, безопасно и эффективно, да, чтобы минимизировать эти осложнения. Вот при большинстве лабароскопических операций осложнения укладываются, ну, в какие-то единичные проценты, 1-2 процента, что-то может быть такое, да. В большинстве случаев, ну, слава богу, мы можем, научились уже, да, и поэтому мы оперируем. Ну, осложнения есть, но они минимизированы. Вот мы немножко коснулись тех операций, которые сегодня проходят. Давайте мы круг, так сказать, очертим. На сегодняшний день хирургия с какими сталкивается вызовами? Вот есть, да, метод такой хороший. Возможно, впереди еще, ну, другие способы. Но какие основные операции, вот, можно проводить с этим способом? Ну, скажем так, не назовешь его безболезненным, но менее болезненным? Ну, это, конечно, первое, что зависит от оборудования. Так. И от квалификации хирурга. Если мы имеем сочетание высокой квалификации хирурга, там, специализированного учреждения и прекрасного оборудования современного, тех же 4К-камер, там, современных энергетических устройств, там, для рассечения тканей и так далее, и так далее, то это все, включая, там, рак поджелудочной железы, там, печени, желудка, там, кишечника, и так далее, практически все операции в брюшной полости в плановом порядке и на относительно ранних стадиях можем выполнять таким способом. Количество времени сокращается, когда такая операция происходит, или увеличивается? Есть такое понятие кривая обучения. Кривая обучения хирурга, то есть, когда время стабилизируется. Сколько операций хирург должен сделать до того, пока время операции стабилизируется постоянно. А для разных операций это разное количество времени. Вот там для удаления железного пузыря, допустим, около 30 операций нужно сделать, чтобы научиться это правильно делать, да? Значит, там, ну, а для... Ну, я надеюсь, научиться это под руководством какого-то опыта, но у хирурга. Нет, нет, это вопрос, да, не учиться. Но эта система образовательная отдельная тема, ее можно обсуждать долго. Вы же, не забывайте, вы все равно хирург, и поэтому мы же знаем, еще такие хирургические шутки всякие, нас немножко нужно... А мы сразу становимся зайчиками такими, подопытными. Поэтому... Сейчас, конечно, естественно, я не раскрою тайну, что стопроцентно научить хирурга оперировать без пациентов невозможно. Да. Мы сейчас стали смещаться в сторону виртуальных тренажеров, там, всяких коробок специальных и так далее. Базовая подготовка хирурга идет, конечно, на тканях, изолированных тканях, там, вплоть до, не знаю, куриных ног, понимаете, там, или, допустим, на свиньях, там, так далее. Да, это дорого достаточно, но это происходит. Но завершающий этап отшлифовка должна происходить в операционной под руководством опытного специалиста, конечно, да? Наступает момент когда-то, вот, или, может быть, у вас такой был момент, когда вот был какой-то страх, а после него все это закончилось, и, что называется, знаете, как вот автомобиль, учишься водить, а потом раз и поехал. Бесстрашный человек – это глупый человек, на самом деле, да? Нельзя ничего не бояться. Все равно, так или иначе, перед любой операцией мы нервничаем. Это невозможно, понимаете? А на самом деле это мобилизует в том-то и дело. Если ты начинаешь к этим вещам относиться слишком просто, тут это путь к осложнениям сразу, понимаете? А мы всегда, вот эти адреналин, да, вот эти нервы, они тебя мобилизуют. И когда ты оперируешь, понимаете, ну, это настолько, ты отвлекаешься от всего, да, тебя перестают волновать все. Если ты там болен, да, если ты там простужен и так далее, вплоть до того, что пардон, не хочется в туалет никогда, понимаете? Потому что это постоянно… Время останавливается для вас. Это все, да, это практически отключение идет, понимаете? То есть мы, если какой-то простой там уже в конце, мы там за что-то зашиваем, да, мы можем расслабиться немножко, иногда там потроллить даже что-то такое, да. Но когда идет серьезный этап операции, хирург полностью отключается. Ну, наша телевизионная операция еще продолжается. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Напомню, что у нас в студии находится Николай Львович Матвеев, заведующий кафедрой экспериментальной клинической хирургии Российского научно-исследовательского медицинского университета, доктор медицинских наук. До встречи. Напомню вам, что это программа «Открытый диалог». Сегодня мы говорим о медицине, а конкретно о хирургической составляющей, которая в хорошем смысле слова расцветает у нас здесь, в городском округе Люберцы. У нас в студии Николай Львович Матвеев, заведующий кафедрой экспериментальной клинической хирургии Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор. А расцветает потому, что Николай Львович сейчас нам расскажет, как Московский вуз начал сотрудничество с областным направлением здравоохранения. Как это произошло? В Московской области есть головное учреждение, которое занимается медициной. Это Московский областный советский институт имени Владимирского, Моники. Это учреждение, которое координирует подмосковное здравоохранение, в научном плане, в практическом. Но это учреждение, оно, так скажем, загружено очень сильно. На всю область практически. Да, это квалифицированные, естественно, люди там работают, они помогают всячески. Но оно одно всего, область большая, больниц много. Вот ему сейчас создан был прецедент, что вот Московский вуз федерального уровня, один из ведущих, может быть, даже ведущий в России, вот мы сделали, заключили договор и создали базу, клиническую базу кафедры в Люберецкой областной больнице. И теперь это будет называться Люберецкая областная клиническая больница. То есть такое более солидное название. А слово клиническое это добавляет? Слово клиническое обозначает то, что имеется сотрудничество с вузом. Да, прежде всего, да, клиническая больница. Вот. То есть с научным подходом. Не просто так вас будут учить, а с научным подходом. То есть это клиника. Клиника – это когда врачи практически сотрудничают тоже с врачами, собственно, да, но которые имеют академическую боль и подготовку, так скажем. У нас есть договор официальный, да, база кафедры, база клинической кафедры находится в Люберецкой областной больнице. Вот. Мои сотрудники, ординаторы работают. Да, и мы очень тесно сотрудничаем с врачами хирургического отделения, онкологического отделения, вот, и совместно подбираем пациентов, обсуждаем и максимально стараемся развивать вот это минимально травматичное направление. Благо, руководство больницы нам очень в этом плане способствует. Через эти проколы в живот нельзя вставить руки, да, через прокол нельзя глаза вставить, да, то есть все физиологические возможности человеческого организма исчерпаны. То, что нам дадут в руки промышленность, то мы используем. Да, даст нам прекрасную 4К-камеру с великолепными какими-нибудь там немецкими, американскими, да, пардон за импортозамещение, но тем не менее инструментами, вот, мы можем делать много, а если этого не будет, не можем. А какой сейчас оборудование? А у нас оснащенные, у нас прекрасно оснащенные операционные. То есть есть, как-то, глаза и руки. Да, прекрасные глаза, прекрасные руки, энергетические устройства, и ультразвуковые, и электрические устройства, компьютеризированные, которые позволяют нам дозированно рассекать ткань, не повреждая окружающие, с высоким степенью надежности, да, и практически наши операционные сейчас в Люберецком областном борисе подготовлены к выполнению самых сложных задач, вот, а поскольку я много лет этим занимаюсь вообще, да, и являюсь одним из, так сказать, пропагандистов и, может быть, зачинателей этой хирургии в России, то, ну, сам Бог велел это развивать и всячески, в том числе, обучать ваших врачей, чтобы они делали эти операции сами надежно, да, ну, естественно, командная работа. Я хочу уточнить, Николай Львович еще член правления российского и европейского общества эндоскопических хирургов, то есть это опыт такой уже международный. Да, да, от международа, но это как раз именно для того, чтобы продвигать, вот, в хирургические массы продвигать эти технологии. Я думаю, что большинство пациентов, которые нуждаются в такой помощи, вот, в вашем, да, округе городском, они нам, многие даже не знают, я думаю, в значительной степени наша с вами передача, она направлена информирована, естественно, да. И обращаться можно в больницу, в консультативное отделение, в поликлинику, вот, есть заведующие отделения, вот, есть, соответственно, люди, которые посмотрят, меня пригласят, у меня консультативный прием. Вы тоже приезжаете? Да, я приезжаю часто сюда, я, ну, как минимум, там, 3 дня в неделю я бываю здесь, оперирую, смотрю пациентов. Даже оперируете? Ну, конечно, оперирую. Я уже оперирую здесь уже почти 2 года. Вот хотелось бы больше, в чем-то дело, понимаете, хотелось бы оперировать каждый день, хотелось бы эти технологии распространять на максимально большее количество пациентов. Да, в котором это показано. Но пока из-за вот этой невыстроенной логистики еще у нас не так много операций. Хотя мы уже оперировали здесь и опухоли кишечника, оперировали тяжелые грыжи, оперировали грыжи диафрагмальные. То есть мы серьезные операции здесь уже делали. Вот то, что мы сейчас обсуждали с вами в том числе. Ну, вот сейчас, хотим мы того или нет, мы должны перейти к следующему направлению в нашем разговоре. Это медицина и человек, платная, бесплатная, реформа, отношения врачей и так далее. Это все происходит в рамках обязательного медицинского страхования. Система ОМС, да, то есть эти больные ложатся по полюсу. Вот они оперируют инструменты, слава богу, большинство многоразовые. Мы их обрабатываем, стерилизуем, да, и они многоразовые. И те же самые видеосистемы, все это, конечно, многоразовые. Поэтому основные этапы операции, безусловно, делаются так. Но у нас есть расходный материал, естественно, есть расходный материал. Но здесь, понимаете, какая ситуация, что они тоже разные будут, материалы расходные. Бывают расходные материалы западные, бывают российские, частично. Что-то Россия, к сожалению, не изготовляет вообще. Поэтому мы просим у больницы, в условиях официальных, тендеров и так далее, закупать расходные материалы, сшивающие аппараты. В частности, есть стейплеры, так называемые, которые с помощью титановых скобок могут делать соустии между разными органами, прямой кишкой, ободочной, желудком и так далее. Есть сетчатые протезы для ликвидации грыж. Они могут быть частично отечественные, частично зарубежные. И поэтому этот расходный материал, он по запросу, в общем, уже это вопрос, конечно, больше экономический, по запросу он приобретается и используется у больных. Как вы считаете, вот сейчас мы в каком-то правильном направлении идем, или вот вы как врач, оперирующий, как доктор медицинских наук, или вы считаете, что медицина немножечко все-таки как-то сейчас, ну, какие-то были увольнения, мы слышали, да, люди из центра выходят, вроде как деньги платят, а вроде как и не платят, непонятно. Или это все частности? Вся жизнь состоит из частности, на самом деле, да. Я бы не хотел комментировать, честно говоря, многие вещи, поскольку что-то я не очень хорошо знаю, что-то, какая-то информация, понимаете, есть односторонняя, так скажем, да, мы же в медицинской среде все это обсуждаем, а пациенты немножко по-другому обсуждают. Мы боимся сразу. Поэтому, понимаете, как, ну, вы знаете же эту китайскую поговорку, да, чтобы тебе жить во времена реформ. Поэтому реформа, конечно, это не очень здорово всегда, да, но реформа, они вынуждены часто бывают. Да, потому что мы переходим с такой советской модели здравоохранения, да, переходим все-таки на современную. Советская модель. Хотите сказать, что это до сих пор еще была советская? Такая патроналистки иждивенческая модель, по большому счету, да, то есть государство тебе должно, должно, да. Вот. На самом деле это не так, да. И то, что вот это, то, что утвердилось в сознании пациентов, что здравоохранение бесплатное, ничего не бывает бесплатно. Значит, кто-то платит все равно, да. Если не люди платят, то, значит, платит государство. Я считаю, что здесь и государство, и здравоохранение, и пациенты должны идти навстречу друг другу. Понимать, что это как бы общая... Да, да, да. Это общая проблема. Люди должны понимать, что они отвечают прежде всего за свое здоровье. Они отвечают, да. А именно поэтому мы сталкиваемся, к сожалению, с запущенными стадиями заболеваний. Человек не ответственен за свое здоровье. Он не отвечает на Западе, когда люди понимают, что если он здоровый, он получает там больше, если он больной, он получает меньше, там, допустим, его могут уволить и так далее, и так далее. При малейшем чихе он бежит сразу к врачу. Бежит к врачу, там, страховку оформляет, и так далее, и так далее. У нас люди, да, бог всем со здоровьем, да, ерунда это полная. Я работаю, получаю свое там небольшое государственное какое-то жалование, я все равно буду его получать. Хорошо, вот действительно, приходишь в больницу, да, такую полусовременную, уж не будем говорить, а супер такой хорошей больницы, видишь, что люди, которые туда поступают, такое ощущение, что они специально сделали так, чтобы им было хуже. В нашей стране очень низка ценность человеческой жизни вообще. Это идет из советских времен в значительной степени, да, это модель еще, помните, у нас страна много-много лет жила таким образом, что легче человека было расстрелять, чем вылечить. Сколько получает семья, допустим, за погибшего в автокатастрофе человека? Миллион рублей, например. То есть мы можем считать, что в Российской Федерации жизнь человека стоит примерно, ну, 1-2 миллиона рублей. Если вы произвете аналогичные подсчеты, допустим, европейские страны, то там есть целая формула. Сроки дожития, значит, сколько он не заплатил налогов за это время, да, сколько он не воспитал детей, сколько он не произвел продукты, тогда если все это считается-считается, у них вылезает сумма порядка, там, может быть, 12 миллионов евро, например. Если человек стоит 12 миллионов евро, на него можно потратить миллион евро, чтобы он жил и принес государству, соответственно, сюда. У нас, если человек стоит миллион рублей, ну, чего это, ну, миллион туда, миллион сюда. Я не видел ни одного врача, который был бы заинтересован в том, чтобы пациент к нему пришел с запущенным заболеванием. Запущенное заболевание лечить тяжелее, затратнее, как для врача, понимаете, если я оперирую там раннюю стадию заболевания в течение часа-полутора, позднюю стадию заболевания, там, 5-6 часов могу оперировать, да. Это физический труд, тяжелый, понимаете, никого не захочется такого труда, понимаете. Это не сахар, я вам скажу честно, да. То же самое государству. Зачем это государству? Тратить огромные деньги на лечение запущенной стадии. И почему же диспансеризация, понять, существует, да, и в советское время существовало? На ранней стадии поймать заболевание, это проще вылечить, меньше заплатить за этого пациента в условиях страховой медицины. И врачу тоже нагрузка меньше, соответственно, может больше человек вылечить за это время. Да, но фармацевты, опять же, таблетки, препараты, это же все стоит денег. На это можно зарабатывать сумасшедшие деньги. Есть контроль, все равно контроль, да, потому что понимать, почему человек дошел до такой стадии заболевания, мы имеем возможность. Человек все равно обследуется так или иначе, да, ему какие-то назначают обследование профилактически, он проходит какие-то диспансерные наблюдения, и заболевание все равно так или иначе выявляется, и человек знает, что он у него есть, и в то же время не пришел его лечить. Но это чай-то ответственность уже. Хорошо, давайте резюмировать. Напомню вам, что теперь вы приходите куда, в областную больницу, в городском хирургсе. Люберецкая областная клиническая больница способна на настоящий момент оказывать помощь минимально травматичным современным способом, да, используя современные аппаратуры и достижения хирургов в большом количестве пациентов при разных заболеваниях совершенно, да, то есть которые даже люди могут не подозревать, что это возможно. Ну и самое последнее, вот вы сейчас таким современным методом пользуетесь, но так как вы ученые, не просто хирург, ученые, вы еще наверняка изучаете какие-то новые направления. Что нам ждать от хирургии будущего? Наступит когда-то такой момент, что вообще без швов все будет происходить? Или нет? Нет, когда-то наступит такой момент, что хирургии не будет вообще. Останется только хирургия повреждений. Так. Да, вот, потому что повреждение будет всегда. Ну да. Да, люди полетели в космос, упали, да, 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 все, да. То есть это хирургия повреждения, она никого не денется, она все равно будет. Вот, а хирургия плановая, так называемая, заболевания, она рано или поздно вообще исчезнет, я уверен в этом, да, но это будет не скоро. Ближайшая перспектива все-таки, да, это роботохирургия. Это роботы, хирургические роботы, понимаете, но мы немножко неправильно употребляем слово робот здесь, да, робот это же конструкция, которая способна самостоятельно мыслить и что-то делать, да. Конечно, те роботы, так называемые, да, которые мы сейчас используем в хирургии, это, если честно говоря, мехатронные манипуляторы, да, которые облегчают жизнь хирурга, да. Мы садимся в кресло, мы не стоим у стола, мы садимся в кресло. И работает? Да, мы не моем руки, мы работаем так, моем кофе пить в этот момент, да. У нас стереоскопическое изображение в окуляре, хирург, когда он меньше устает, он лучше работает, да, то есть на этом основано. И поэтому этих роботов, сейчас их всего на рынке-то 1-2, может быть, да, поэтому цены огромные, запределенные на них. В ближайший год-два мы ожидаем выход на рынок еще 5-6-7 моделей из разных стран, в том числе из России тоже, да, и цена упадет, вот. И я думаю, что в течение, может быть, 10-15 лет в каждой операционной будет стоять такое устройство, вот, как в свое время мы не ожидали, что в каждой операционной будет стоять наши высококачественные видеосистемы, лупарскопические, да. Я думаю, что будут роботы эти повсеместно, потому что наша технология, о которой я говорю сейчас, она, в общем, достигла своего потолка уже реально, да. Скажите, а что, правда, у каждого хирурга своя шапочка должна быть? Вы знаете, ну... Это фишка какая-то? Нет, нет, такого сейчас нет. Хирург заходит в операционную, чаще всего в одноразовую стерильную шапочку, которую он из одноразового пакета, как бахилы, как все остальное, да. Вот. Ну, если хирурги хотят немножко выделиться, придать себе шарм такой, часто это бывает, допустим, там, у детских хирургов, которые хотят для ребенка выглядеть менее опасными. Вот у них есть шапочки красивые, там, с мишками, с зайчиками, такие замечательные шапочки, которые ребенка как-то адаптируют и делают его более, ну, к хирургу. А так, в принципе, в основном мы пользуемся одноразовыми шапками. Понятно. Ну, у меня есть тоже определенная коллекция этих шапочек, которые дарят фирмы чаще всего. Фирмы дарят красивые такие сувенирные шапочки со своими блемами, там, какими-то рисунками и так далее, и так далее. Они очень симпатичные, но в операционной не всегда их удобно использовать и даже иногда запрещено, потому что они не очень чистые, так скажем, да, для наших условий. Они даже бы стерильные. Вот так вот. Николай Львович Матвеев, заведующий кафедрой экспериментальной клинической хирургии Российского научно-исследовательского медицинского университета, доктор медицинских наук. И, как говорят, в таких случаях не хочется советовать или желать нашим телезрителям, чтобы они с вами встретились, чтобы вы были здоровыми, безусловно. Но, тем не менее, если что-то вас беспокоит, такая возможность теперь и есть. Спасибо вам огромное. Это была программа «Открытый диалог». Всего вам доброго. С вами был Николай Пивненко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова